Приветствую, дорогие друзья, на канале Android Hacker. Давно не виделись, напишите, как ваши дела, а я вам расскажу, как мои в комментариях. И сегодня в этом видео мы поговорим на такую тему, как очистить память на нашем телефоне всего за парочку минут. Согласитесь, очень есть много различных способов, которые действительно работают, которые не работают. Напишите, какие знаете вы способы, а мы приступим. Значит, Android друг от дружки отличается своими настройками. У кого-то есть проводники, у кого-то их нет. И снимать материал якобы хочется для общей категории Android. И мы сегодня будем, благодаря такой программе, которая называется Total Commander, освобождать память. Это приложение вы сможете с легкостью скачать в Play Market или же с моего Telegram канала. Ссылочка на него оставлю в описании. Просто-напросто пишите Total Commander и вот у вас вот это приложение. Скачиваем его или же бежим в мой Telegram канал Тимоха Live. Ссылку на него оставлю в описании и тоже скачиваем. Не имеет значения, главное, чтобы мы его скачали. А там уже будем производить все действия, дорогие друзья. Вот этот Total Commander появился у нас на рабочем столе. Давайте его перенесем на центральную панель нашего монитора и будем производить все действия. Значит, смотрите, давайте перед этим действием зайдем в мою галерею и посмотрим, сколько у меня фотографий, чтобы вы потом не писали, что у меня что-то там удалилось. 2334. Запомните эту цифру. Это мои все фотографии, которые на моем Android есть. И дальше заходим мы просто-напросто в Total Commander. Давайте перейдем на главную самую страницу, на которой будем производить действия. Что же нам нужно сделать? Дальше нам нужно зайти вот сюда, в верхнюю часть и зайти в настройки. В настройках мы делаем следующее. Выбираем внутреннюю память. И вот здесь вставляем скрытые файлы, ставим вот здесь галочку свою. Потому что эта галочка будет способствовать тому, что у нас все будет показываться, все скрытые файлы абсолютно на телефоне. Дальше выбираем внутренний общий накопитель, не SD-карту, а будем производить все на внутреннем накопителе. Заходим внутренний накопитель и будем воспользоваться вот этой вот лупой поиском, как хотите, так и называйте. Нажимаем на поиск наших настройок и здесь нам будет поиск файлов. Мы должны удалить вот эту вот звездочку, если что-то хотим найти. После удаления пишем кэш. Кстати, друзья, будьте внимательны, напишите слово кэш правильно, потому что многие неправильно пишут. Потом удаляется много ненужной информации на нашем андроид устройстве. Кэш должно вот так вот быть написано. Давайте я вам преувеличу, чтобы вы смогли это все написать верно. Поставьте на паузу. Так, и нажимаем поиск. Вы сейчас будете удивлены, сколько у вас файлов найдется. Вот это вот весь кэш, его нужно периодически удалять с вашего андроид устройства, потому что этот кэш с всех игр, с всех приложений он набирается. Мы вот так вот, к примеру, выделяем это все, да, нажимаем. Смотрите, вот что мы делаем. Вот так вот, раз. Выделяем, постараемся выделить как можно больше и нажимаем удалить. Удалили. И после такого удаления на нашем телефоне освободится очень много на самом деле памяти. Я был в шоке, когда я так очистил 2 гига памяти. 2 гигабайта памяти. Неправильно я написал кэш, видите, не нашлось. Сразу же опять-таки возвращаясь назад, пишу кэш. Вот так вот. И нажимаю поиск. Очень много кэша. Нашло у меня порядка 120 папок. Вы напишите, сколько у вас эти папки занимают. Я вот так вот воспользуюсь. Смотрите, еще могу сделать что следующее. Вот так вот беру. И выделяю. Вот здесь у нас есть, кстати, в нижнем пункте вот такая вот штучка. И мы можем все вот эти файлы выбрать. Выбрать и удалить. В общем, удаляйте, дорогие друзья. А потом просто-напросто смотрите, чтобы вы не говорили. Заходим в папки 2334 файла. Так у меня и осталось на моем Android-устройстве. То есть ничего практически не удалилось. Это очень способ надежный, проверенный. Я ним пользуюсь очень и очень давно. Всем спасибо за внимание. До скорого. Всем пока.